Здравствуйте, господин Полухин. Мы сегодня с вами встретились на чемпионате России среди студентов. Этот турнир, расскажите, организован кем и цель этого турнира, этого мероприятия? Турнир организован студенческой лигой дзюдо, федерация дзюдо России и университетом Кацалиф. Студенческая лига дзюдо это такое новое название, все слышали, что есть такой российский студенческий союз дзюдо, но я так понял, что студенческая лига дзюдо это как бы следующий этап? Да, это в данный момент произошло переоправление в Минюсте и мы просто поменяли студенческую, российский студенческий союз, переименовали и назвали его студенческой лигой дзюдо. Так требует российский студенческий союз. А скажите, в связи с переименованием как-то расширились ли какие-то полномочия студенческой лиги дзюдо? Ну, как лига дзюдо, ну, такое название подразумевает проведение каких-то этапных турниров среди университетов, ну, как, знаете, как, ну, хоккейная лига, да, и так далее. Или в основном лига дзюдо будет основываться на проведении чемпионата России только по студентам? Нет, во-первых, проведение чемпионата России, во-вторых, универсиада, это самое основное наше мероприятие, и ряд международных турниров. По студентам? По студентам. Вот это первый, второй и третий составы организуются, выезжают, набарываются. Какой-то сбор, может быть, по линии федерации мы нам дадут, ну, будем ездить, обкатывать ребят, те, которые участвуют, именно студенты. То есть Российская студенческая лига дзюдо, она в тесном сейчас взаимодействии с Федерацией дзюдо-России, у вас какие-то договорные основания, или как? Непосредственно это подписывается, студенческая лига дзюдо. На вас возложилось именно направление студенческого дзюдо? Совершенно, да. А еще такой вопрос, вот сейчас очень много дзюдоистов, да, вот вчера первый день был сориен, а сегодня второй, которые станут победителями этого чемпионата. Это явные претенденты или уже участники, в принципе, универсиадов? Нет, явные претенденты, потому что есть студенты, которые сейчас находятся на сборе в Чехоте Европы, некоторые находятся на других международных стартах, как в Санкт-Петербурге. Поэтому это, первые номера, это уже заявляют о том, что они уже забронировали себе место. То есть это не как, допустим, взрослый чемпионат России, что если ты выигрываешь его, ты, значит, ну, едешь на чемпионат мира Европы? Это рассматривается стаж-тренер, главный тренер, рассматривается, и все решается. То есть, если вот я так понял, что основное решение по участию в универсиаде, по студенческой олимпиаде принимает решение уже тренер сборной основной России? На сегодняшний день это господин Гамбо или господин Рахин? Да, по женщинам. И те первые номера, которые вы слышали здесь, непосредственно рассматриваются, что это старт, да, вот они участники. А какой возраст участников студенческой лиги дзюдов? До 20 лет, до 27 лет. До 27 лет. Это тот возраст, который может участвовать в универсиаде? Да, совершенно нет. То есть, даже если тебе 30 лет, но ты еще студент, то ты не можешь принимать участие. Как, на ваш взгляд, уровень участников сегодняшнего чемпионата? Уровень очень высокий. Я вижу, что и Гамбо, и Рахлин отпустили составы. Некоторые ребята сейчас даже здесь борются очень серьезные схватки. Особенно за выход в финал. И финальный, я думаю, что в основном здесь молодежный состав представлен. Схватки очень интересные. А как вы расцениваете вообще тенденцию развития студенческого спорта, ну, в частности, студенческого дзюдо по всей территории России? Насколько это мощный, ну, такой отряд спортсменов? На данный момент еще не очень это хорошо развито. Мы пытаемся это развить, пытаемся привлечь спонсоров. Я думаю, что нам это удастся в ближайшее время. Во всем мире это очень номер один. Все команды других стран проходят через студенческое. У нас, как это, немножко совсем по-другому проходит. И мы хотим вести мировую практику в российские законы. А почему вам это стало интересно именно студенческое дзюдо? Потому что я сам преподаватель университета, доцент кафедры, сам дзюдо есть. И уже более 15 лет занимаюсь именно студенческим дзюдо. Вы, российская лига дзюдо студенческая, тесно сотрудничаете с другими международными лигами дзюдо? Или, я не знаю, как в Европе, там лиги дзюдо студенческие, да? Да, мы общаемся, встречаемся, переписываемся. А нет ли таких как-то международных турниров? Ну, как вы сказали, планируете, допустим, со студентами Франции, Италии, Японии? Будем организовывать кубки европейских стран. Студенческих? Именно студенческих. Именно непосредственно это планируется и будет проводиться по вузам непосредственно. Может быть, из одной страны участвует несколько в вузах. Это будет командное соревнование, стенка на стенку. Это более зрелищный. Вот хотели проводить мы, потом не набралось достаточно вузов. Потом Германия хотела проводить, тоже не подтвердилось немножко вузов. Но я думаю, что Олимпиада пройдет, и мы все-таки проведем эти соревнования. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо.